МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На минувшей неделе произошло достаточно много забавных и не очень событий. Не все они были связаны с выборами, но начнем по порядку и по старшинству событий, по важности их влияния на жизнь республики. Во-первых, конечно, нужно сказать о том, что наконец-то вышли рекомендации Совета по правам человека при президенте Российской Федерации. Напомню, что в феврале этот Совет чуть ли не в полном составе приезжал в Башкирию, впервые в истории, и приезд этот вызван был несомненностью ситуацией вокруг сибайского карьера, хотя, конечно, обсуждались и другие вопросы, и пытки, и всевозможный произвол полиции. Те рекомендации, которые наконец теперь были получены от Совета по правам человека, честно говоря, меня ошарашили. Во-первых, Совет по правам человека рекомендует создать в Башкирии национальный парк Башкирские Шиханы, и включить в него все три оставшиеся горы Юрактау, Куштау и Таратау, тем самым заблокировав их разработку со стороны Башкирской содовой компании. Ну, прямо скажем, более чем радикальный подход, потому что подобного решения вопроса, в общем-то, наверное, не предлагал никто. Ну, хотя, конечно, были абстрактные разговоры о том, что горы не отдадим, ищите сырье в другом месте. Ну, в общем, вот эта новость, вот эта рекомендация, конечно, меня потрясла до глубины души, и только утвердила в том предположении, что четвертая содовая война буквально у нас на пороге, потому что пока неофициально, но было заявлено, что башкирская содовая компания не намерена исполнять подобных рекомендаций, молчит пока правительство и Хабиров в том смысле, что они уже вроде как бы отдали Куштаву, а теперь вот такое вот, значит, из Кремля прилетело, значит, пожелание. В общем, конечно, ситуация пока на данный момент патовая. Второй важнейшей рекомендацией Совета по правам человека было проверить деятельность завода Кроношпан, причем поручить это прокуратуре, на предмет того, по какой причине это предприятие уже несколько лет работает, не будучи официально запущенным в эксплуатацию. Было отмечено, что даже в тестовом режиме производить продукцию этому заводу нельзя, не имея вот этой аккредитации, как пущенного, запущенного и сертифицированного предприятия. В общем, это, конечно, тоже очень радикальная рекомендация. Прямо скажем, впервые прозвучало вот такое предложение, потому что по Кроношпану было много шума, гамма и всевозможных претензий. Если выяснится, что деятельность Кроношпана все эти годы была незаконная, то, конечно, тут очень сильно может отлететь господин Тажетдинов. Напомню, что именно Илшат Тажетдинов был крестным отцом этого предприятия, он его всячески опекал, фактически он его привез сюда, в Башкирию, решал все вот эти чудовищные проблемы с оборудованием, с растаможкой, с землей, с протестами и так далее. То есть считать, что господин Тажетдинов никак не заинтересован в Кроношпане, конечно, не представляется возможным. И если вдруг выяснится, что все эти годы Кроношпан работал, производил продукцию и загрязнял окружающую среду преступным образом, нарушая закон, конечно, не быть к этому непричастным Тажетдинову не получится. И третья фундаментальная рекомендация Совета по правам человека при президенте Путине касается непосредственно Сибая. А именно было рекомендовано оценить ущерб здоровью, нанесенный жителям города Сибая от выбросов из карьеры, которые случились в декабре-марте минувшего и нынешнего года. Собственно, эти выбросы происходят и до сих пор, но пока нет никаких достоверных данных об их уровне. В общем, вот эта рекомендация, по сути, фиксирует наличие этого ущерба, по сути, дает возможность жителям Сибая потребовать компенсации в той или иной мере, и, по сути, доказывает, уже делает аксиомой тот факт, что само предприятие, администрация города и косвенно правительство Республики Башкортостан допустило крупную техногенную катастрофу на территории Республики, всячески ее пыталось замолчать, дезавуировать ее последствия, но теперь вот эта рекомендация носит характер подтверждения этой чудовищной ситуации, которая случилась и, в общем-то, продолжается в городе Сибая. На прошедшей неделе, наконец-то, разрешилась так или иначе проблема строительства детского хосписа в городе Уфе. Напомню, что много лет подряд Рауфа Рахимова вела неравный бой с администрацией города, правительством, Минздравом на тему того, что в Уфе нужен детский хоспис. И вот теперь только при поддержке Нюта Фидермейсер, которая приехала в Уфу и которая, в общем-то, по сути, надавила на Хабирова, Хабиров был вынужден дать обещание, что хоспис для детей в Уфе будет построен, именно построен заново с нуля, в течение ближайших полутора лет. Все это, конечно, очень тяжело далось Рауфе Гореевне. И тот факт, что в конечном итоге ее, по сути, отстранили от организации этого хосписа сейчас и в дальнейшем, конечно, является таким позорным фактом, потому что человек сделал достаточно много для того, чтобы добиться вот этого решения, для того, чтобы этот хоспис был в Уфе. Ну, скажем так, я думаю, Рауфа Гореевна как-нибудь это переживет, потому что для нее главное, чтобы хоспис был, главное, чтобы дети получили вот эту паллиативную помощь, а не то, чтобы ей за это там подвесили какой-нибудь орден Салавата Елаева или что-нибудь еще покрепче. Надо отметить, что даже будучи вынужденным принять вот это решение, которое никак не хотел принимать Хабиров, я имею в виду бюджетное финансирование строительства этого хосписа, Хабиров повел себя более чем странно, начал постить какие-то призывы к пожертвованию денег, финансированию этого всего, ну, прямо скажем, это носило исключительно популистский характер. Особенно забавным выглядела синхронизация постиков Хабирова с просьбой о пожертвовании, с моментальными реакциями его там ближайшего окружения, которая во первых строках комментариев начала постить записи о том, что да-да, я срочно дам полмиллиона, там всякие стрижневые и прочие, значит, раскудахтались о том, как они немедленно готовы в этом всем участвовать. Чуть позже министерство и ведомство заявили о том, что они пожертвуют однодневную зарплату на все это. Конечно, выглядело это безобразно. Если уж сказал, что за бюджетные средства будет финансироваться, ну, финансируйте за бюджетные средства. В общем, конечно, и здесь попытались использовать вот этот повод, для какой-то, значит, агитации, какой-то, значит, там, пропаганды, предвыборных, там, процессов и так далее. Ну, в общем, посмотрим. Полтора года это немного. Посмотрим, как Хабиров справится с этой ситуацией. Я надеюсь, что справится, потому что, что бы ни происходило вокруг этого хосписа, важнее всего хоспис, а не все вот эти интриги и возня вокруг этого процесса. Продолжают набирать обороты. Процесс массового разочарования в Хабировой, как руководителе республики, как человека, который дает пустые обещания, их не исполняет. И ярким подтверждением этого процесса на прошедшей неделе была история с парком искусств. Напомню историю про парк искусств. Несколько лет подряд господин Гагин и его товарищи и инвесторы безуспешно пытаются заполучить землю в Калининском парке для того, чтобы воздвигнуть там некий сложный объект, культурный центр, насыщенный всякими разными территориями, площадками, зданиями, сооружениями, объектами общественного питания и так далее. Товарищи клятвенно утверждали, что на этих многочисленных гектарах в парке не будет построено никакого жилья, хотя это вызывало постоянное сомнение. Не так давно господин Гагин презентовал этот проект лично Хабирову на инвестчасе. Реакция Хабирова была негативной. Он сказал, что тут все недоработано, как-то здесь неправильно, деревья пилить нельзя. В общем, и поручил Ренату Баширову палочкой-выручалочкой на любой повод хоть рыбу дохлую собрать, хоть парк искусств построить, значит, поручил ему доработать этот парк искусств. Валериан Гагин, несмотря на очевидное лукавство ситуации, был воодушевлен, начал там работать в этой рабочей группе, они что-то там собирались, что-то обсуждали. Тем временем город объявил конкурс на планировку этой территории, конкурс на 15 миллионов, и, собственно, согласно документации этого конкурса, понятно, что никакого парка искусств на этой территории не будет. И тут, понятное дело, Валериана бомбануло. Поняв, что его обманули как мальчишку, отвлекали вот этими рабочими группами, развлекали, значит, вниманием высоких чиновников, тем временем вопрос с этой землей начал решаться в другую сторону, Валериан вознегодовал, опубликовал такой обширный пост в Фейсбуке, что как же так, да мы тут старались, да вот, и так далее. Более того, произошла словесная перепалка между главным архитектором, господином Байденом и сторонниками этого проекта, хоть и заочная, но перепалка. Господин Байден обвинил их в непрофессионализме, во всевозможном там нарушении всяких норм и так далее, и, собственно, дал понять, что людям далеким от архитектурного гения нечего делать в сфере принятия решений вот по поводу этой земли. В общем, конечно, будем наблюдать, но у меня появилось ощущение того, что проект этот бортанули. Земелька эта вызывает интерес не только у Гагина, его инвесторов и товарищей, и я думаю, что мы будем еще наблюдать некоторую схватку за принятие решений вокруг этого куска земли в парке Калинина. Еще один заметный скандал случился в Башкирии в сфере развития туризма. Немалоизвестная кинг-сайз модель Санья Томасова, которая там занимается всем, чем попало, в том числе и продвижением Республики Башкортостан в туристической сфере, учинила в гостином дворе какую-то ярмарку продажу сувениров брендированной продукции и, казалось бы, в общем-то, дело-то хорошее, богоугодное, но зачем-то рядом с лотками по продаже вот этой сувенирной продукции Санья Томасова выставила своих девочек-моделей, наряженных в купальники и туфли, а купальники были устряпаны вот этим логотипом Терра Башкирия, причем на самых, как говорится, причинных местах. Фотографии этого действия, конечно, вызвали совершенно однозначную реакцию в общественности, в общественных кругах. Люди негодовали. Ну, вообще, на самом деле, конечно, это выглядит безобразно. Абсолютно некорректно и вообще глупо, на мой взгляд, потому что подобным образом продвигать бренд Республики, но, знаете ли, это уже за грани разумного. Впрочем, Санья Томасова нисколько не смутилась, как обычно, традиционно обвинила всех в сексизме и непонимании, высоких материй, заявила, что все было сделано правильно. Давненько мы не говорили про мусорную реформу. Собственно, и правительство наше молчит, как рыба об лед. Бесчисленные свои достижения в других областях они уже перебрали по 10 раз, а вот про мусорную реформу что-то тишина. Напоминаю, что с Нового года у нас тут бурлят события по поводу новых тарифов с мусора, по поводу того, что в сельской местности будут платить за мусор и так далее, и платят. Ну а что происходит, собственно, в этой сфере? Что чудесного случилось на те деньги, которые уже были собраны вот этими операторами, рекоператорами и так далее? Тишина и неизвестность. Судя по всему, с мусорной реформой у нас не все в порядке в Республике Башкортостан. Я думаю, что в ближайшее время эта тема выйдет на передний план, и будет понятно, каковы результаты уже практически года, ну там, 10 месяцев неимоверных усилий правительства и дорогого Радия Фаритовича в этой области. Но в связи с мусорной реформой хотелось бы рассказать одну забавную историю. Пока я еще в ней до конца не разобрался, но разбираюсь, и вот сейчас собрал кое-какие сведения, которые, честно говоря, повергли меня в некоторые раздумья. И вот о чем речь. У нас много лет существовал ГУП Табигат, государственное унитарное предприятие, которому были приданы 14 мусорных полигонов в Республике Башкортостан. Собственно, это практически монополисты, крупнейшее предприятие по складированию твердобытовых отходов, твердокоммунальных, или как теперь называют. И, так вот, не так давно, 22 января 1919 года, ГУП Табигат был преобразован в ООО Табигат. Собственно, этому ООО, вот этой ОООшечке, и были переданы вот эти 14 полигонов. С 29 декабря 1918 года ОООшечку Табигат возглавил некто Корнеев Валерий Валерьевич. Это тот самый представитель, не существующий в представлении Радия Фаритовича Красногорской команды. Господин Корнеев до сих пор является депутатом Городского совета города Красногорска. Вообще он весь оттуда, никоим образом не уфимский. Личность весьма примечательная. Он руководитель клуба «Ночные волки» города Красногорска. Душевный друг господина Злодостанова. Я уже сказал, что он депутат Горсовета города Красногорска. Байкер, художник, но вообще личность неординарная. Наши друзья в Красногорске сообщают нам, что господин Корнеев практически перестал появляться в городе Красногорске. Но тем не менее, время от времени туда наезжает. Как же он работает в этом сложном, трудном и на самом деле проблемном предприятии ООО Табигат, совершенно непонятно. Хотя, может быть, решением этого было то, что господин Корнеев сразу же выдал генеральную доверенность на управление ОООшечкой некому Хлопину Дмитрию Сергеевичу, который является тамым замом по экономическим вопросам. Бывший арбитражный управляющий, а может быть, все еще и имеющий статус арбитражного управляющего, я точно не знаю, господин Хлопин Дмитрий Сергеевич фактически управляет вот этим ООО Табигат и 14 полигонами на территории Республики Башкортостан. Одновременно господин Хлопин является, внимание, двоюродным братом господина Полставалова Олега Владимировича, министра земельных и имущественных отношений, в чьем ведении, собственно, и находится ООО Табигат и все вот эти 14 полигонов. Одновременно с этим господин Хлопин Дмитрий Сергеевич является председателем Общественного совета Министерства земельных и имущественных отношений с 18 марта 2019 года. Кроме всего прочего, с апреля уже 2019 года в штате ООО Табигат трудится в ранге ведущего специалиста Хлопина Елена Генриховна, супруга Хлопина Дмитрия Сергеевича. Вот такой вот семейный подряд при поддержке несуществующей красногорской команды сложился вокруг крупнейшего и важнейшего предприятия в лобости оборота твердобытовых коммунальных отходов в республике Башкортостан. Немного недоумеваю я от того, как Ради Фаридович громко и строго сказал, что он не допустит ни кумовства, ни байства, ни бабайства, ни всяких прочих неприятных аспектов кадровой политики в республике Башкортостан. Теперь все будет честно и работать будут только профессионалы. И остается понять, каким образом эти только профессионалы сконцентрировались в рамках одной семьи полставаловых-хлопинах и фактически захватили руководство крупнейшим предприятием в области утилизации мусорных отходов в республике Башкортостан. Пару недель назад, стараясь замять скандал с Муртазу Габайдулычем Рахимовым, который разгорелся из-за каких-то совершенно нелепых, чудовищных статей в адрес бывшего и первого президента республики Башкортостан, Ради Хабиров заявил, что статус Муртазу Габайдулыча неимоверно высок, а мечеть снова начала строиться. Напомню, что вот в этих обвинительных статьях упоминалось, что Муртаза Габайдулыч – злодей и друг разбойников, а мечеть он начал строить только для того, чтобы обременить бюджет республики Башкортостан. Так вот, опровергая все это, Ради Хабиров заявил, что мечеть начала строиться. Не далее, как вчера, я съездил специально на стройплощадку с фотоаппаратом и хорошей оптикой, поснимал, что там происходит. Демонстрируем вам эти фотографии. Прямо скажем, ощущение бурного строительства это все не вызвало. Как я и полагал, заявление господина Хабирова не имеет ничего общего с действительностью. Строительство идет ни шатка, ни валка. Кран в том же положении, в котором и был 2, 3, 4, 5 недель назад. Рабочей силы на стройплощадке я не заметил. Многочисленные обращения наших подписчиков, зрителей и просто граждан по поводу ситуации вокруг компании «Золотой запас» в Уфе не могли оставить нас равнодушными. И я решил позаниматься, поразбираться в этой ситуации, понять, что происходит, к чему это идет и чем это может закончиться. Но чтобы понять вообще, о чем идет речь, надо немножко откатиться в историю и осмыслить, что происходило. Примерно полтора года, чуть меньше, компания «Золотой запас» привлекала денежные средства граждан для дальнейшего инвестирования и преумножения, собственно, этих средств. Вкладчики этой компании фактически являлись инвесторами. деятельность компании была заявлена как онлайн-инвестплощадка. Деньги туда инвестировались и должны были в определенном порядке, через какие-то определенные сроки, различные были пакеты договоров, возвращаться инвесторам с прибылью в среднем 12,96%. Прямо скажем, это не космические проценты. На первый взгляд, это не похоже на какую-то аферу или пирамиду, судя по процентам, потому что пирамиды обычно дают сразу сходу 20, 40, 50 и 100%. Но 7 марта 2019 года деятельность компании была приостановлена в том плане, что прекратились выплаты по уже завершающимся договорам и начались проблемы. В общей сложности за все это время компания сумела привлечь порядка 1 миллиарда 800 миллионов рублей граждан для этой инвестиционной деятельности. Всего в деятельности поучаствовало примерно 6700 партнеров этой компании. И на данный момент проблемным является объем денежных средств, связанных примерно с 3700 вкладчиками. Собственно, что там происходит, вот в этом хочется разобраться. Потому что существуют две стороны вопроса. Во-первых, это требование вкладчиков вернуть деньги с процентами или без, до срока или в срок. С другой стороны, существует позиция компании, которая говорит, что она в состоянии вернуть все деньги, завершить все процессы, но для этого нужно время и некоторые действия. Вообще, в России, конечно, без конца появляются эксперименты с инвестиционными механизмами. Люди, посвященные и погруженные в финансовые процессы, ищут способы, методы агрегации денежных средств для того, чтобы инвестировать их куда-то с извлечением прибыли. И потом эта прибыль определенным образом делится между организаторами процесса и самими инвесторами. И в этом, собственно, нет ничего плохого. Важно сейчас понять, что происходит вокруг золотого запаса, является ли это каким-то, условно говоря, незаконным действием, или это всего лишь проблемы финансового характера, которые, в общем-то, регулярно случаются с финансовыми инструментами в России и, в общем-то, не являются чем-то таким экстраординарным в том смысле, что регулярно рушатся банки, обрушаются финансовые компании и так далее. Кроме всего прочего, надо понимать, что инвестор, который вкладывает деньги в какое-то дело, понимая механизм действия этой системы, должен отдавать себе отчет о том, что он в определенном смысле рискует вместе с компанией, и риски ложатся на него в том числе. В общем, проблема эта непростая. Какова же ситуация сейчас вокруг золотого запаса? Что происходит? Куда все это идет? Насколько мне известно, какая-то часть вкладчиков написала заявление во всевозможные правоохранительные органы с требованием начинать разбираться с ситуацией и добиться выплаты их денег. Какая-то часть вкладчиков, партнеров, команды золотого запаса как бы все еще ждет этих выплат и общается с администрацией. В общем, ситуация неоднозначная, но мое мнение такое, что, во-первых, еще ни разу попытка через правоохранительные органы получить какую-то компенсацию, либо там свои деньги из этих финансовых структур, включая, например, структуру долевого строительства, не привела к успеху. Как правило, вмешательство правоохранительных органов, банкротство и всевозможное прочее, участие государства в этих финансовых и хозяйственных спорах заканчивается плачевно, в первую очередь, для самих же вкладчиков, партнеров или дольщиков. Банкротство вообще не дает никакого результата, как правило, потому что на момент его завершения нечего уже там распределять и арбитражные управляющие разводят руками. Со своей стороны, администрация ООО «Золотой запас», единственным учредителем которого является некая Римма Хазиева, утверждает, что активов «Золотого запаса» достаточно для полной выплаты всем вкладчикам, и проблема только в динамике реализации этих активов. Вот тут очень важный вопрос. На самом деле, чтобы успокоиться или наоборот беспокоиться о результате и исходе этой всей ситуации, надо понять структуру активов предприятия. Насколько мне известно, «Золотой запас» был построен по принципу привлечения агрегирования денег граждан и вкладывания этих денег в недвижимость на ранней стадии строительства, тем самым на самой низкой отметке цены за квадратный метр, и впоследствии, когда объекты строительства достраивались и квадратные метры превращались в настоящие, уже существующие, цена этих квадратных метров возрастала, тем самым формировалась прибыль предприятия и вот те проценты, которые надо было выплачивать вкладчикам. Я могу ошибаться, но пока в моем представлении эта схема выглядит примерно так. Несомненно, конечно, если это так, то реализация вот этих активов – это, конечно, небыстрый вопрос. С другой стороны, недвижимость у нас точно не будет дешеветь в ближайшее время, особенно на фоне принятия законодательства об искровых счетах, и, в принципе, при умелом распоряжении этими активами, наверное, потерять деньги довольно сложно. Вопрос только в том, что администрация «Золотого запаса» неохотно раскрывает объемы и суть вот этих активов, не дает информации о физических качествах и параметрах этих активов, и потому порождает, на мой взгляд, вольно или невольно вот эти все беспокойства и претензии. Тут, конечно, надо понимать, разобравшись в структуре задолженности ООО «Золотой запас» перед своими вкладчиками, и если прийти к выводу, что активов достаточно, тогда будет просто нужно правильно и своевременно контролировать реализацию этих активов, спокойно, ровно дожидаться возврата денег. Если же этих активов недостаточно, тут, конечно, надо бить колокола. В общем, на данный момент у меня пока еще нет всего массива информации. Я обращаюсь к зрителям и подписчикам, если у кого-то есть эта информация, кто-то владеет информацией по «Золотому запасу» и может прояснить для меня эту ситуацию, я буду благодарен, если вы нам эту информацию предоставите. Также мы обратимся в руководство ООО «Золотой запас» за разъяснениями ситуации и постараемся получить ее ровно настолько, насколько они сочтут этим возможным. И в ближайшие недели будем освещать эту ситуацию, будем следить за тем, как это все развивается, потому что хотелось бы, чтобы вот эта конфликтная ситуация, конечно, каким-то образом разрулилась без потерь для вкладчиков и без каких-то там судебных разбирательств и всевозможных разборок со стороны государства. Потому что, повторюсь, еще ни разу вмешательство государства в подобные конфликты не принесло полного удовлетворения тем, кто в них участвует. Нас часто обвиняют в том, что канал наш негативный, какой-то деструктивный, чернушный и так далее. Потому хочу опровергнуть эту характеристику, расскажу о хорошем, о добром, о приятном. Вчера мне позвонила Галина Николаевна Тушканова из города Туймазы, та самая пенсионерка, которая три года вела неравный бой с администрацией города Туймазов и рассказала, что ее борьба за справедливую выплату, компенсацию за ее квартиру в сносимом доме завершилась успехом. Суд принял сторону Галины Николаевны и обязал администрацию выплатить все-таки ту компенсацию, которую полагала Галина Николаевна и которую счел суд справедливой. В общем, я отношу это к победе справедливости, я отношу это к тому, что мы, принимая участие в этой истории, мы делали несколько сюжетов про вот эту тяжбу, помогли Галине Николаевне. Я рад тому, что суд вынес справедливое решение. Я очень доволен тем, как работал адвокат Галины Николаевны. В общем, вот позитивная, хорошая, радостная история. На старости лет Галина Николаевна Тушканова получает ровно то, что на самом деле и должна была получить от администрации города Туймазов. Ровно те деньги, которые были выделены администрации города Туймазов на эту компенсацию. Ну, в общем, ура, ура. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова